Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос, и сегодня мы создадим с вами простую интересную игру из одноразовых стаканчиков. Для чего нужна нам будет эта игра? Эта игра развивает у наших детей внимание, скорость реакции, ну и, собственно говоря, она достаточно веселая и интересная, как вариант просто хорошего времяпровождения вместе со своим ребенком. Для этой игры нам понадобятся одноразовые стаканчики и маркер, чтобы наносить изображение. Каким образом мы наносим изображение? Изображение мы наносим вот на эту часть стаканчика, ну, например, вот пусть это будет знак вопроса. И таких стаканчиков со знаком вопроса у нас должно быть два. То есть, один стаканчик со знаком вопроса, второй стаканчик вот так. И такие стаканчики мы расставляем на столе. У меня уже есть готовые, поэтому я сейчас просто расставлю их в разном порядке, чтобы одинаковые рисунки находились в разных концах стола. Смысл этой игры в том, участвовать могут, может, неограниченное количество человек, но если участников больше, то есть стаканчиков должно быть, соответственно, больше. И стаканчики, как я уже сказала, должны быть парными. То есть, если вы наносите, например, рисунок, лампочка, то такой же стаканчик должен быть второй в вашей игре. Вот, допустим, у нас будет вот так. Задача игроков, как можно быстрее собрать одинаковые стаканчики с одинаковыми рисунками. Кто соберет больше одинаковых стаканчиков, тот и победил. Зона у нас получается вот этот стол. Желательно, чтобы люди могли располагаться, участники вокруг, ну, стояли, да, чтобы им было хорошо видно рисунки. Можно засечь время, чтобы оценить результат. Можно этого не делать и просто наслаждаться игрой все вместе. Поскольку я одна и соревноваться мне сегодня не с кем, я просто покажу, как это делается. Вот я вижу стаканчик с глазом, я хватаю такой же и отвожу в сторону. Тут же я нахожу стаканчик с сердечком, хватаю такой же, отвожу в сторону. Все веселье может еще заключаться в том, что иногда участники хватаются за один и тот же стаканчик, например, и он оказывается последним, да. Тут как бы будут такие спорные моменты. Но на самом деле это не только для веселья. Как я уже говорила, это игра на развитие внимания. То есть, чтобы ребенку обнаружить два одинаковых стаканчика, ему как минимум нужно на них сконцентрировать свое внимание и оценить то, что изображено на рисунке, сравнить с другим рисунком, сопоставить одинаковые ли эти рисунки или нет. Может быть, допустим, лампочка и солнышко одинаковые они или нет. Тут еще и мышление подключается. И в том числе и память. Потому что ребенок пока ищет, допустим, стаканчик с лампочкой, он обращает внимание, где, в какой зоне стола находятся другие. Да, непроизвольно, но он обращает на это внимание и запоминает, что да, здесь я где-то видел вот такой. То есть, когда он следующим хватает солнышка, он говорит, я солнышко видел вот в этом углу стола. Это работа памяти. То есть, на самом деле, вроде бы, казалось бы, да, играет на веселье, на такое времяпровождение совместное, но при этом очень много всего работает и много всего развивается у ребенка. Я думаю, что сейчас, когда начались школьные будни, когда все заняты кто у работы, кто домашними заданиями, вот такое вот небольшое веселье, встряска такая, да, и игра на подвижность, она никому не помешает и будет очень полезна. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить лайки. Нам всегда очень приятно, когда вы их оставляете. Также пишите комментарии. И не забывайте про наш телеграм-канал. На нем всегда очень много всего интересного. А на этом у меня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok